Всегда я начинаю тест-драйв с историей, которая была у меня до бизнеса и заканчиваю историей, которая происходит сейчас, да, то есть теми результатами, которые происходят сейчас. Всем привет, партнерам, гостям, поставьте плюсики, у меня должно быть видно и слышно. Видно, да, отлично. Я чат выключу. Всех с праздником, настоятельно рекомендую тем людям, которые сегодня сюда пришли, полностью во всем разобраться, я буду краток, но отбанку, полностью разобраться и до себя уже принять решение. Не нужно людям часами объяснять, что за тема, если они все могут увидеть на то здравие, правильно? Правильно. То есть нужно привносить в жизнь какие-то новые, позитивные изменения, крутые, либо же просто плыть дальше и жаловаться на все происходящее за бортом. Меня зовут Алексей Гуманенко, я из Белоруссии, сейчас нахожусь у себя дома в Речице, это глубокая Гомельская область, маленький городок, население там около 60-70 тысяч людей. И единственное, с чего я всегда начинаю, это действительно показать ту ситуацию, которая была до бизнеса, хотя в принципе в слова много кто не верит, но никто не сможет отмотать мою жизнь назад и посмотреть, что это было. Ну в любом случае, когда заканчивается тест-драйв, то есть я чувствую такой кайф от того, что кому-то помогло, кто-то понял, кто-то начал и кто-то уже сегодня будет зарабатывать деньги. Но это не мешает мне делать бизнес в интернет, который летит как ракета и не мешает мне на сегодняшний день, находясь даже в таком маленьком городе, зарабатывать столько денег, сколько не зарабатывают даже в столице. А все началось, еще даже года не прошло, в августе прошлого года, когда я от невозможности здесь что-то сделать, поехал в Минск. Я работаю за всех, то есть вот час моего времени я поработал на всех, все заработали денег, при этом никто ничего никому не рассказывал, потому что есть шикарная система, которая рассказывает за вас. Ну как это бывает, надо ехать в столицу и там что-то делать. В итоге там особо разницы никакой нету, максимум, на что меня хватило, это я нашел работу в охране, так как по состоянию здоровья, то есть по зрению я не подхожу абсолютно никуда, это была та работа, на которой не нужно было, ну в комиссии не нужно было зрение, и поэтому меня как бы пропускали, ну все нормально. Зарплата была 120 долларов, и на тот момент я снимал квартиру в Минске и платил за квартиру 100 долларов, вот, и на 20-ку мне нужно было как-то жить. Все очень просто, я такой же человек, как и вы, у меня обычная история своя, у вас своя история, у каждого своя индивидуальная история, свой путь. Все, что остается, это просто послушать рекомендации тех людей, которые, если сказали, что тебе нужно попасть на тест-драйв, значит тебе реально нужно туда попасть. Я был один в одной съемной квартире, со мной жил мой ноутбук, и больше ничего не было. То есть был ноутбук, был интернет и все. И на тот момент мне приходили письма от моего знакомого в интернете, он постоянно мне писал, зайди, посмотри, разберись, вникни, какую-то ссылку. Сначала он писал, я заработал уже 500 долларов, зайди, посмотри, что здесь творится. Потом прошел месяц, он писал, я заработал уже 2 тысячи, или 2 месяца, да. Потом через 3 месяца он мне написал, я заработал 3 тысячи долларов уже, зайди, просто разберись, посмотри. И с апреля до августа я не мог зайти на такой тест-драйв. В итоге в августе, когда уже поджало, когда эту двадцатку пришлось растягивать, даже по долу, на считай, в день, я все-таки решил зайти на этот тест-драйв 4 месяца спустя, после первого приглашения, разобрался, увидел, что здесь происходит. Вы сегодня тоже это увидите. И для себя конкретно решил, что я буду здесь работать. На сегодняшний день я доволен, и об этом позже расскажу, что и как у меня происходит. Когда я зашел на этот тест-драйв, на свой первый, как вы все, я обращаюсь к гостям, у меня было двоякое такое мнение, да. То есть тема автомобильная, тема связана с топливом, это абсолютно не мой профиль, я в этом ничего не разбираюсь. Неужели мне придется учиться и разбираться в этой области как-то? А к концу тест-драйва я уже понял, что оказывается здесь деньги может зарпаться абсолютно любой человек. Это именно и есть та модель бизнеса, бизнес из дома, где не надо никакой беготни, где тебе нужен только компьютер твой, интернет и комфортная обстановка домашняя. Все. И свободное время, конечно же, для бизнеса. Как говорил один очень известный человек, богатыми становятся не на работе, а в свободное от работы время. Я разобрался на этом тест-драйве, понял, что тема топливная, что тема связана с топливом, с автомобилями, и я абсолютно смогу это все сделать и абсолютно спокойно смогу здесь работать. Почему? Да потому что все просто. На протяжении всего тест-драйва я думал, что там сейчас будут какие-то технические термины, что-то будут объяснять такое сложное. А в итоге все оказалось проще простого. На сегодняшний день я просто удивляюсь сам себя, как же я это в первый раз не смог сюда попасть, а потерял 4 месяца. В итоге я здесь есть, и это очень круто. Я рассказывал о продукте, который предназначен для экономии топлива, для защиты двигателей от некачественного разблаженного топлива. И у меня в голове возникла мысль – присадка очередная. Я хоть и не особо разбирался, но я знаю, что большинство людей, особенно у кого есть машины, знают слово «присадка», но не понимают, что оно означает. То же самое и у меня в голове возникло. Ну, скорее всего, присадка какая-то. Но потом, когда я посмотрел в интернете кучу отзывов, просто тысячи, сотни тысяч людей в ютубе, везде пишут свои позитивные отзывы о работе продукта, о результате, который люди получают, все сомнения сразу же отвалились. И мне, в принципе, было не важно, мне, в принципе, не были важны отзывы, потому что у меня был свой отзыв, как бы 20 баксов в месяц, они мне особо не нравятся, ну, то есть это ненормально. Вот, у меня был свой такой вот мотив, и поэтому я особо не рыскал по интернету, я сразу внимательно слушал, разобрался и начал. Я недавно, ну, я ездил в Минск, приехал, вернулся и стоял, ждал, стоял на остановке, и там стояла куча людей, вот это я запомнил, и, знаете, такие сумочки детей новорожденных носят с собой. Подошла женщина к остановке и поставила вот эту вот коляску ручную с ребенком прямо на остановке, прямо на борду, возле проезжей части. Подъезжает автобус к остановке, и смотрю, что выхлопная труба идет как раз вот, и обдувает черным дымом полностью вот эту вот сумку, там, где ребенок лежит. А она стоит и жалуется на то, что прежний автобус ее не подождал. Ну, это просто жесть, это шок, вот такая чернота на ребенка, там, которому, наверное, полгода только. Ну, то есть, вы поняли, о чем я говорю. Если бы этот автобус ездил на этом продукте, то все равно нельзя это делать, нельзя так ложить детей на землю возле проезжей части. Но в любом случае продукт делает так, что этого черного дыма нет. Все сгорает в камере, и самая главная фишка этого продукта, это то, что машина начинает проезжать на 1 литр большее количество, ну, то есть, большее расстояние. Отсюда что? Если у меня был расход 10 на 100, то сейчас он, к примеру, 8 на 100. А теперь посмотрите в окно, сколько там машин, все дворы забиты машинами, и я ни одного не видел человека, который бы с улыбкой на лице отдавал деньги на заправке. С кем бы я ни ездил, кто-то, если заправляется, я смотрю на лицо, ну, прям, грусть всей страны на лице, когда он отдает за эти 20 литров, там, все практически из кошелька. Но человек так устроен, что он хлеба не купит, да, но машину все равно заправит. А сколько машин на улице? Посмотрите, сколько там миллиардов долларов стоит сейчас на резиновых колесах и ездит. И это все люди, которые в любом случае хотели бы платить меньше денег за топлива. Я знаю, что в этой комнате находятся два типа людей. Это люди, которых не интересуют деньги, которых их вполне достаточно, как говорится, им хватает. Много кто говорит, что ему достаточно, ему хватает. Но они хотели бы в любом случае защитить двигатель и меньше платить за топлива. Потому что он у сокровольного, значит, заработал. Когда я еще собирался начать бизнес, я обратился к своему одному хорошему знакомому. Начал рассказывать об этой теме. И он мне сказал, ты шо, идиот? Прошло 10 месяцев. На сегодняшний день я хотел бы расставить точки над И, да, для того, чтобы понять, у кого какой результат за эти 10 месяцев. Я не знаю, как у него там дела, но я в любом случае на 100% уверен, что на сегодняшний день он продолжает дальше ходить на свою работу. И мы стартовали одинаково, да. 10 месяцев назад он зарабатывал 300 долларов, скажем так. Ну, пусть будет 400, да. В месяц я зарабатывал 0 долларов в месяц. Прошло 10 месяцев, я не послушал его, я ему не поверил, что я идиот, что это ерунда. На сегодняшний день для того, чтобы ему отбить мою недельную зарплату, да, мой недельный доход от бизнеса, ему нужно работать у себя в цеху 2-3 месяца. Вот. Все, ничего не изменилось. Все происходит так же, как и раньше. То есть, он был в интернете, он сидит в интернете, я сижу в интернете, да, в свободное время. Единственное, что изменилось, это, ну, просто уровень дохода. А стиль жизни в любом случае прямо пропорционален вашему доходу. Поэтому решайте сами. Зайти на тест-драйв и понять, что за бизнес, сколько здесь можно зарабатывать и что нужно для этого делать. Или оставить ссылку.